Всем привет, друзья! Что за идиоты? Пишут комментарии. Как ваши дела, друзья? Потрясающе! Сегодня день приключений. Кто видел последние мои сторисы? Очень симпатичный. Кто такая крестит на Бухмада? Я первый раз слышу. Дорога домой, да. Тяжело дается, дорога домой. Кто видел последние сторисы? Тут в курсе. Мерс говновод. Подписываюсь. Мерси говно. Я всегда не люблю Мерси. Сегодня еще одно подтверждение. Мерси это полное говно. Как может новый Мерседес сломаться посреди дороги? Я три года ездил на Бухмада. Никаких проблем не было. Никаких. Машина радовала каждый день. Он проехался на такси на Мерси и сломался. Ну, блин, 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 блин. Я опоздал на самолет. Сегодня целый день вселенная была против, чтобы я летел на этом рейсе. Купил шмотки, сходил в магазин. С этим пакетом пошел с корешем похавать. Мы пошли покушать. Я ставил этот пакет в заведение и уехал. Приехал домой, понял, что забыл пакет, а я уже опаздываю. Поехал обратно за этим пакетом. Нашел этот пакет. Вызвал такси. Приехал этот Мерседес хваленый. Мы сели. Он говорит, все, мы доедем, сто процентов успеем. Мы там тютелька в тютельку успевали. Если бы он ехал, то мы бы приехали, бы я успел, бы все было четко. Я уже онлайн регистрацию прошел, все окей. Осталось только приехать в дроп Оффенса и, короче, все. Билет там распечатать. Не можно было садиться на самолет. Ну, нихуя. Брасседас решил сломаться. Мне пришлось купить билет вообще на другой рейс, в другом аэропорте. Короче, такое приключение. Друзья, никогда не ездите в Мерседесах. Не покупайте Мерседесы. Не ездите. Это полное говно. Есть прекрасные автомобили. Это BMW. Никогда не будет дарить вам негативных эмоций. Если это не старая. Лечу куда? В Дубай? Обратно. В Заришку. Ну, реально. Все сегодня было против. И там задержался. Там задержали. Пакет забыл. Туда-сюда. Тачка посреди дороги сломалась. Я уже такой думаю, нахуй мне, наверное, детей на этом самолете. Вселенная сдаёт знаки в этом. Я уже такой, ну и ладно, к лучшему. И билет ещё подвернулся дешёвый. Я только сразу бац, сбатил его. В Шереметьево, говорят, был очень долгий секьюрити чеки, проверки. Там очереди. Поэтому я приеду за три часа. До выйдя. Поэтому я сейчас будем чекаться. Вообще, я всегда заранее приезжаю в аэропорты за часа три, четыре даже бывает. Потому что у меня был очень горький опыт, когда я проебал рейс, а билет был дико дорогущий. Я потом дико дорогущий ещё купил. Как тату. Кстати, ну заживает. Я всё сделал, полностью торт сделал. Сейчас заживает правая часть, там где Блэкворк. На тазобедренной кости. Ну такое, значит, ноет. Не очень приятные ощущения. Ну, денёк-два, всё будет гуд. Остались только ляшки. Ляшки как бумажки и всё. Семьдесят процентов мы уже сделали. Как в Беларуси, рассказывай. Как Белка. Не посадили тебя ещё. Не приняли в аэропорту, когда прилетела. Супер. Погода, кстати, сейчас прикольная. Такая свежая. Я вообще в майке. В майке и жилетке. Мне достаточно комфортно. Сказал, что мне холодно. Днём мне было очень нормально. Я вообще люблю холод. Я в конфронтации с жарой. Я жару не люблю. Пришлось в трусах везти. О, видите, всё. У нас тут контрабанда зафиксирована. Ну да. Неа. Надо попременить. Приеду чуть попозже. Пока надо повременить с этими командировками. Пока что нужно повременить. Я щёки наел за эти десять дней здесь. Я хавал эту шаурму, что дурной. Я так соскучился по шаурме. Именно в Москве, которую делают. Нашу. Без вот этого пропитанного маслом лаваша, который в Дубае делают. Не знаю. Это совсем другая шаурма. Это абсолютно отличается всем. Короче, я хавал эту шаурму. Хавал какие-то выпечки нереально большого количества. И отъел щёки. И пузо отъел. Поэтому сейчас у нас будет большая работа над собой. Пирожные. Ты сейчас тоже отъешься, да. В Беларуси наши пирожные, выпечки эти. На хлебозавод вообще съездил. Ха-ха-ха. Друзья, а кто за то, что умрется говно? Напишите в комментариях. Я хочу найти соратников. Мы будем вместе хуесосить Мерседес. Привет, приездники. Все, пошло с родителями шампуисики, торт, сказку. Медовик пахнет лучше. Давай, хорошего вечера. Вот, плюсики. Красавчики. Красавчики. Молодцы. Друзья. Вы правильно мыслите. поездки. Мы проезжаем поездки. Наспросите. Мы проезжаем насквозите. Мы едем обратно через город. Мы же ехали в дом от Дедова. Это ж почти в противоположную сторону. Для этого надо проезжать весь город, через город и ехать уже в эту сторону. Я думаю, вот, BMW, ММВ, ММВ, Мерседес Габбла. Из-за Мерса этого ебаного я потерял билет. Получил массу негативных эмоций. Но все равно мой позитивный настрой никогда ничем не испортить. Вон, мы вблизи проезжаем эту. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Симпатичный, конечно, вечер, по-моему. А сейчас Москву люблю и я там. В Москве летом это бесподобное место. Сейчас, конечно, это класс. Сейчас в Москве делать нечего. Сейчас, сейчас на сезончик. Вы симпатичники, конечно. Вы спасите симпатичники. Отключайся, ты ее поднимай. Отключили. Друзья, что вы сегодня какие-то тухлые? Возвращайся на два, где там не хватает. Мне, кстати, я когда только прилетел, писал главный редактор Дома-2. Прям везде написал, мне приглашал. Мне было очень приятно, конечно, что я только приземлился и меня приглашают. Зайти там ходить. С удовольствием я зайду на денек, на два так в гости потусоваться. Я с удовольствием зайду. Но у меня физически времени вообще не было. У меня каждый день расписано. Я там с утра до вечера чем-то занимался. Это туда надо. Все. Летом Москва бесподобная. Грех не приехать в Летом Москва. Я обязательно зайду. На денек, на два потусоваться, с ребятами поугарать. Ох ты, спортница форт. Я обожаю мегаполисы, люблю высотки. Люблю панорамные окна. Вообще прям любовь. Инночка, привет, как дела? Катя Горина уже вернулась. Друзья, вообще, кстати, я не шарю, честно. Я не смотрю. Я знаю только, что Леха там Безус, мой кореш. А кто там еще, я вообще не в курсе. Я не слежу за новостями. Кто там, что там с кем-то. Я без понятия. У меня просто времени на это нет. Поэтому я не знаю, кто Безусы, кто Безусы. Но, честно, как бы все равно. Но зайти на денечек обязательно. Зайдем летом. Артем Владимирович летом красивенький в маечке. Загоренький, в татушечках. Идет. С волосиками отрощенными. Придет в гости. На халявную колбасочку. Покушать халявные колбасочки. Сделать бутербродик. Фирменный. Потом с Безусом пойти сделать фреш с апельсинок. Ну, издевайтесь, конечно. Зайдем и это сделаем обязательно. Сначала добраться без приключений. Что за ебанутый? Дайте его заблокирую. Хуйню какую-то пишет. Еди ты нахуй, дебил, блядь. Реально, долбоеб какой-то. Не люблю неадекватных людей. Ну, пишет в чате какую-то хуйню. Пишет и пишет. Дебил, дебил. А можно с хорошим приключением. Да все прекрасно. Приключения хорошие, плохие. Какая разница? Это же эмоции. Это круто. Будем рады тебя видеть. Очень рад, друзья, что вы меня там ждете. Поблистаю в мордой немножко. Ну, мне приятно было то, что сам главный редактор мне написал. Это очень приятно. Но я физически не смог зайти. Так, с удовольствием. В гости зайдем. Привет, Скорганды. Приветики. Привет всем, друзья. Москва, Сирии. Москва крутая, не знаю. Я люблю Москву. Летом это еще самое крутое место. И мне очень было тяжело улетать. Я же улетел в июле в Дубай. Я так не хотел улетать. Я еще просто подумал, ну ладно, слетаю. Наполовину собрал чемодан, квартиру даже, ну, и не отказывался от аренды. Продолжал платить. И он приехал с полупустным чемоданом. А потом выслал все вещи в Дубай и отказался от аренды. Думаю, надо потусоваться там. И не прогадал. Как делать, что нужно? Нормально. Потусил 10 дней здесь, поделал дела. Все сделал, все, что хотел, абсолютно. Все, 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 все. Даже вчера записали трек. Поэтому, как бы, все четко. И отдохнул, и потусил, и поделал дела. Короче, все хорошо. Иконный фон в зале. Красиво. Классный кадр. А еще люблю классные кадры в ракурсе. Я все раскадровки своих клипов, видосов всегда сам делаю. Я делаю раскадровки и уже отдаю на постпродакшен, на монтаж уже, на весь эдит. Людям, которые шарят именно в эффектах, фишках, цветокоррекции, да. А раскадровка и будешь сам делать. Самые сочные кадры я сам выбираю всегда. Сейчас у шаттл мы выпустим. Сейчас напишут куплет Джей Джонс. Это черный такой чувак. С Америки. Он дошлет свой куплетосы, и мы уже склеимся, сделаем. Он тоже снимет видосы. Снепеты. Видеоснепеты. А вчера, что мы по приколу сделали, ну, пацаны его допинят, сделают. У меня куплет прикольный получился. Поэтому его дропнем. Для тех, кто любит Мемфис, понравится. Ну, среди вас навряд ли есть такие, кто шарит в этом. Но тем не менее. Я скинул Джей Джонсу бит на ушат. Он говорит, чувак, это вообще миздец. Ты че, я взорву этот бит. Это будет просто дейнджерс. Он такой, типа, ааа. Я убью этот бит. Поэтому, я думаю, будет у четких куплетов. У него нет. Вот такие дела, друзья. Про Крокус. Ну, конечно. Я же в Москве нахожусь. Ну, как об этом не мог бы слышать. Вообще, такая тема тяжелая. Давайте не будем обсуждать. Очень тяжелая тема. Я, как человек с очень развитой эмпатией, для меня такие темы тяжелые. Да, для обсуждения, потому что я, ну, я даже ничего не говорил, не комментировал, потому что это очень тяжело для меня. Я, ну, я через себя это все пропускаю. Это, это пиздец. Это очень тяжелая тема. Поэтому лучше не трогать это. Я хладнокровным никогда не могу быть. Вот, что касается вот таких ситуаций. Блядь, самое ужасное вообще, что вообще может быть. Мягко говоря. Как это сердечко, где-нибудь... Все хорошо, спасибо. Все хорошо. Нет, ну, морду я наел реально. Я вижу, подзалило мне морду. Вот эти все вкусняши московские. Я в спортзале не был целую неделю. Я приехал, мы сходили в спортзал с подружкой. И все, и с четверга все. Не было времени физически вообще. Это уже ровная неделя прошла. Сегодня же четверг, да. Ровная неделя, да, без сала. Поэтому приеду обратно в режим. Обратно будем возвращать наработанное. Какие планы дашь им? Слушай, Инночка, ну, планов не встрою. Как бы планы есть, но они такие, не конкретные. Я о них точно уже говорить не буду. Потому что это планы им имеют свойство не сбываться. Особенно, когда о них очень много часто говоришь. Поэтому без планов. Живем сегодняшним днем. Живем сегодняшним днем и никаких больших ожиданий от людей. Вот. Запомните, никаких больших ожиданий не должно у вас быть от людей. Это не будет огорчаться. Никто не плохой. Нехуй винить людей вокруг. Вини сам себя и свои завышенные ожидания. От всех. Понимаете? Поэтому никаких планов не строим. И завышенные ожидания от окружающих отменяем. Ничего ни от кого не нужно ждать. Получите только хуй. Вы когда будете очень много хотеть ожидать. Вселенная вам обязательно даст такой пизды, что потом будете плакать. И говорить, что жизнь и мир говно. Вы будете ныти. Поэтому отменяйте все это говно. Нашел любимую проблемка с этим. Не находится любимая. Поэтому холостой, завидный жених. А вот такая история. Я не выспался. Уже 2 дня спал 5 часов. Вчера тоже отрубился где-то в 5. Проснулся до 9. Проснулся еле-еле. Дела, дела, дела. Туда, сюда. А это, то, то, то. Ты куда уже? Куда, куда? На Кудыкину гору. Куда я могу ехать? Правильно, правильно. Женя. Еду я к тебе, дорогая моя. Готов свои шарики надутые. Сисяндры будешь мне показывать сделанное. Подружка. Хрис потерял. Артем, может, тебе на холостяк? А ты говоришь, это шоу вообще существует? Да, я думал, уже его нет. Прикинь, Женя. Вот прикинь. Ехал на Мерсе. На Новом. Хороший Мерседес, да. Свиду. В аэропорт. Опаздывал. Он, блядь, в хуяках сломался посреди дороги. И проебал рейс. Слава Богу, что купил другой билет. Вот так вот. Есть. А, ну... Ну, мордой посветить хотелось бы, конечно, да, куда-нибудь. Но пока что... Пока что немножко другие планы. Я тебе говорю, знаки целый день. Не знаю, как бы, ну... Я не суеверный человек. Ну, каждый день. Забыл пакет. Я, короче, купил шмотки. Забыл пакет в кафе в каком-то. Такой думал, блядь, забыл пакет. Опаздываю на рейс. Поехал за тем пакетом. Быстрее кого-то нашел. Вызвал такси, сел, поехал, опаздываю. Едем, едем. Поехал, сломался. Сломался тачкой. Ну, реально, как будто знаки какие-то, думаю. Он такой говорит, ну, бери другое такси. Я уже сижу, такой, думаю, дай он нахуй другое такси. Не поеду, не полечу уже. Такой сижу уже, ищу другой билет. Я уже в такси за пять минут взял билет, нашел, купил. Пошел на заправку, пахал, вызвал такси, сел, в аэропорт. Другой. Просто я чуть безалаберный такой. Я постоянно что-то... Мне противопоказано давать какие-то пакеты. Давать мне что-то мелкое, там очки, пакеты. Я обязательно это проебу. Хотите, чтобы я что-то ваше проебал, дайте мне в руки. И обязательно я это проебу. Я вот мастер. Вообще чемпион по проебыванию пакетов, очков, кепок, шляп и так далее. Я не ношу кепки. Ну, было такое раньше, когда носил. Я чемпион по проебыванию очков и забыванию пакетов. Первое место. Что не случается? Да, конечно. Ну да, они твои. Я тоже проебываю. Вот, видишь, у нас... На этом мы и сдружились. Братуха. Потеряшки собрались. Да. А ты у нас гиперответственный. Ты тоже стрелец. Ты такая же проебашка. Такая вечеринка. Вот такая красота. 8,58, 9 часов. А сколько еще ехать, подскажите? Примерно 37 минут. Ну, еще 37 минут. Приедем в 9.40. По шереметью. Просто шереметью. Говорили, что там долгие секьюрити чеки. Чекиды проверки. Туда-сюда. Ну, и как бы это же самый большой аэропорт. Там поток людей не маленький, поэтому... Решу в терминал, надо найти, с какого, надо чекнуть, потому что я, блядь, пошереметь его, как по Тубай-молу, можно сутки ходить, потому что огромные, было хорошим повезом, мне были очки, аки очки, у меня нет очков, хотя очки хотел купить, ну я бы их проебал, блядь, даже себе купил, ой, поэтому как-то так, ну ладно, все. Ты можешь сказать, да, ну, уже уезжай, и пакет, пакет у меня вот есть, да, вот, я думаю, я сейчас открою чемодан, этот пакет положу в чемодан, вот, вот, сука, смарт, положу пакет в чемодан, потому что я его еще раз проеблю. Мне всегда спасала девушка, которая была рядом, вот, она всегда меня спасала, она говорит, Артем, не забудьте этого, Артем, возьми это, Артемочка, возьми это. Потому что Артем Владимирович безлаберный, он забывает, ну, как бы это и есть, это уже неисправит. Любит полетать в облаках, в своих мыслях, понимаете. Ответственность, это, ну, да, не сильно со мной это понятие дружит. Иногда дружит, иногда ссорится. Вот, поэтому бывают такие ситуации. Тема, да, ясно, ясно, как ты победила ритмию замученного. У меня не было никогда ритмии. Мое все было прекрасно, в принципе, сердце. Это был единичный случай. Вот. На фоне сильного стресса. Доктор сказал, что, типа, это, ну, у тебя был, типа, пиздец. И он говорит, все равно, что ты там был с Бадуна. Он говорит, это, конечно, играло роль. Он говорит, ну, стресс, это основополагающее. Поэтому стрессовать, друзья, и не нужно. Вот, я проебался, но ты хуй с ним на этот самолет. Хуй на это такси, хуй на этот самолет, вообще похуй. Я по этому поводу не буду переживать за эти деньги, деньги вообще похуй. Главное, спокойный нерв. А все болезни от ваших переживаний, понимаете? Поэтому переживать нахуй нужно. Париться. Дай похуй, 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 еще раз похуй. Друзья, вот так вот надо жить, и будете всегда здоровы. Вот я сделал вывод. Переживания вообще нам не нужны абсолютно никакие. Если бы эта девушка была, я бы... Я бы... Я бы... Все проебали. А, если бы ты была моя девушка... Ха-ха-ха. Да-да-да-да, этот тандем был бы жесткий. Проебали бы все в жизни. Все, и друг друга бы проебали. Я еще правильно, чтобы... Во, а мне нужна девушка, которая будет... Мне напоминает девочка, возьми это, возьми то и возьми это. Не надо радоваться, не надо напрягаться. Хаббард, молодец, стрелец. Шаришь. Поэтому да. Поэтому длины не хватает. Девушки, да. В этом плане. А, я бывал вообще, я бывал портфель с макбуком забывал в такси, помню. Приехал в аэропорт. Куяк. Понимаешь, что вроде ничего не давит на плечи. Типа нет никакого давления. Ну, как-то что-то по-другому же было. Думаю, смотрю, а где портфель, блядя? А тоже выйдет скорая, такой, понимаешь, таксист, а баху. А это было в Китае, китайцы таксисты. Ну, и я быстренько там начал через приложение решать. И вот. И девушки диригировал разговоры по телефону, потому что она китайский знала лучше гораздо, чем я. И все решили. Найдем, прилетишь. Я не найду никогда себе девушку в Дубае. О чем тебе говоришь, блядь? Какая девушка в Дубае? Я уже 9 месяцев пробую себе найти девушку. У меня же, это нихуя не получается. У меня только моральные травмы, понимаете? Меня использовали в своих сексуальных нуждах, и все. И все, да. Я шучу. На самом деле, как бы, ну, тяжело найти человека, погушая. Шейхи всех забрали. Шейхи всех, блядь, разбаловали и сделали грязными шлюшечками. Я, конечно, люблю грязные шлюшечки. Но для семьи, как бы, надо немножко другого формата девушка, правильно? Ну, я не знаю, как бы, у всех кругозор разный. Но я пока не на таком уровне. Может, я к этому приду? Ну, пока что, да. У меня немножко... Не то, что консервативные взгляды, как бы, далеко не консервативные. Ну, все равно есть какие-то понятия и принципы. Такие. Минимальные. Вот. Все какие-то перекошенные. Да не в этом дело, что перекошенные. Девочки прекрасные есть, красивые, милые. Прям дюймовочки такие. Мне кажется, вообще, прям, цветочек. Думаешь, какая милая девочка. Я даже один раз влюбился. Думаю, блядь, такая милота. Думаю, я по-любому с ней замочу. Думаю, ну, это же просто непорочный. Непорочный такой цветочек, несорванный. Думаю, по-любому это... Блядь, потом мы, блядь, не буду рассказывать подробностей, друзья. Ну, как бы, я в своем сканере девушек разочаровался. Что-то мой сканер плохо работать стал. И вот сканировал неправильно девушку. Он подумал, что это мегапорядочная девушка. Для семьи оказалось, что это противоположность. Блевайте, мой сканер немножко подсломался. Есть такая фигня в магазинке. Просто, я говорю, все зависит от локации и окружения. Любую девушку с ее принципами, взглядами можно сломать легко. Отвезите ее в Дубай просто. Окружение и локация сделают свое дело. Наверное, 5% не сломают. 9,5% сломаются. Вот отвечаю, сука, на моем опыте. Кто бы что ни говорил. Кто бы что ни говорил. Слова это вообще хуйня. Ситуация решает. Похуй, что девушка говорит. Ситуация решает. Когда она будет сидеть. И ей тут на лапу дадут денег. 95% сделают все, что скажет этот человек. В зависимости от прайса. У каждого своей цены. Все сломаются, блядь. Все нахуй. На моих глазах это даже было. Много раз. И это не хорошо и не плохо. Это отношение ваше личное. Я к этому ровно отношусь на самом деле. Просто я не люблю. Я на этот вопрос отвечаю. Ну, типа, никак на этот вопрос не ответишь. Эта ситуация все решает. Потому что в моменте ты скажешь, да, ты что, нет, никогда. Я такого не сделаю. И она откровенно, честно это скажет. Она в это будет верить. Ну, она реально в это верит. Ну, ситуация попадет в это ситуацию. Когда она увидит эти деньги. Понимает, что эти деньги легкие. Она сейчас получит. Она сломается. Вот так вот. Друзья, я знаю, что говорю. Сто процентов. И что тут? Здравствуйте, Ксюша. Ксюша, где там перо этот, хлеб, соль? Вы готовите? Артем Владимирович скоро прийти. Или эти протеиновые батончики готовишь? Домашние. Готовишь? Потому что Артем Владимирович прийти голодный. Голодный, злой. А путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому, Ксюша, готовь протеиновые пирожки. Не готовлю. Блин, я говорила, сработаемся. Видимо, не сработаемся мы с тобой. Так, купи в Пиносе хотя бы на скидке. Если не готовишь. В Пиносе прекрасные скидки на батончик. Пирожки с тебя. Нет, девушка. Мы с вами точно не сработаемся. Не сработаемся. Печально все очень. Вот такие девушки. Одни потребители. Только требуют. Пирожки им, хуешки им. А голодного мужчину с дороги накормить нахуй нужно, да? Вот они пошли, девушки из-за пирожек. Эгоистки. Мужчину надо делать счастливым. Если хотите быть счастливым, надо, чтобы мужчина был счастливым. Поэтому делайте мужиков счастливым. Тогда и вы будете счастливы. А вообще знаете, что женщины счастливы, когда страдают? Надо, чтобы баба страдала, тогда она счастлива. Тогда она будет и любить, и пирожки готовить, и протеиновые пирожки. Понимаете? Такие странные существа женщины любят страдать, пиздец. Любят жить в драме. Им надо страдать, чтобы счастливым. Переживать, страдать, плакать. Любить всяких уебков, которые ложат на них хер. Я в шоке. Что еще не женился? А что есть на ком? Надо поехать в Беларусь, домой, на родину, в деревню. И найти себе девушку. Хотя тоже приедет в Дубай и испортится. Это все, это замкнутый круг, друзья. Мне кажется, никогда не женюсь жизнью. У меня родит просто девушка какая-нибудь ребенка. У меня будет ребенок, но жены не будет. Вот я на полном серьезе говорю, что ты уже разочаровался во всем. С Аней общаетесь? Какое они? Уточните, пожалуйста. Деревенские самые четкие. Хозяйственные, да? Ну, тоже, знаете, человек из деревни, палка в двух концах. Человек, у которого очень узкий кругозор. Ничего в жизни не видел и не знает. Когда он попадает на другую локацию, понимаете, он может сломаться вообще вот так. Три секунды. Я с деревни уже. Я тоже как бы с деревни, я тоже с Молодечной. Это город 150 тысяч населения. Маленький городок, тоже деревня. Как бы я просто уже лет 12 там не живу. Ну так, приезжаю периодически. Но последний, на пандемию в Беларуси год жил. Это не, это такое место, если хочешь морально сдохнуть, живи там. Самоха берем, думает двойник. А, ну отлично, круто, рад за Аню. Молодец. Круто, сгорожает детенышей. Вот. Очень круто. Рад за нее. Я так обожрался на заправке, даже если столько сожрал. Вот у меня есть такое. Я ем очень быстро и не насыщаюсь. Съедаю очень много и потом думаю, нахер это все ел. Я не могу медленно есть. Я не кайфую от медленного поедания пищи. Я ем быстро и много. Я еще не встречал человека, который сгорел в пиццу и поторту. И он еще, я пошел в багажнике, у меня лежали в тачке пряники. Он еще говорил, дай пряника съем, блин. Еще сверху пряников съел. Я такой думаю, чувак ты, а я с пузом уеду, сажусь в эту машину. Не знаю, как ехать, мне тяжело, я дмизим жу. Ну да, жестко было, конечно. Ну, похавали. Сказал, а чувствует, что там не один шведцы. Пускай сходит на УЗИ. Деревенские, они сердечные, они простые девки. Главное, чтобы теперь... Да нет, тут не дело в локации, где девочка находится. Как бы это дело в окружении. Ну, первое, что это семья, родители. Это основа, понимаете, воспитания родителей. Ребенок впитывает, впитывает, как губка в первые годы жизни. Слизывает все с родителей абсолютно. И формируется уже характер, и вообще человек, исходя из того, что происходит в семье, отношения родителей друг к другу. Это очень важное. Я сам просто это помню, понимаете. У меня просто очень хорошие родители, и мама, и папа, которые окружали бескрайнюю любовью своих детей, и меня, и сестру. Ну, понятное дело, там, как бы, были разные ситуации, но все равно родители себя вели достойно. И в приоритете у них всегда были дети. Понимаете, поэтому, как бы, я очень доволен, что такие родители мне дали воспитание. Потому что, по крайней мере, вырос порядочным человеком. Никогда никого не наебывал. И много было ситуаций. И я просто верю в карму и вселенную. Никогда никого не наебывал. Никогда не наебывал. Никогда в черную ничего не сделал. Потому что я знаю, что вселенная всегда доспиздит за это. Никогда. Не пиздил никого. Ни денег, ничего. Были возможности у меня. Очень много возможностей. Воспользоваться чужими деньгами и так далее. Я никогда этого не делал. Мне воспитание не позволяет. И мои принципы. И я верю, что вселенная мне за это улыбается. Обязательно надеюсь, Леночка. Кто лучше в сексе без верхового или сомона? Кто такая без верхового? Бабы, клава. Друзья, я девственник. Мы ни с кем не спали. На проекте была фикция. Вот так я лучше отвечу. Сколько тебе еще надо съехать? Ну еще минут 20 на минут 15. Приходим за вас же. Не, приду летом на денечек в гости. Сейчас хотел залететь. Меня звал главный редактор. Но я не мог физически никак приехать. Поэтому как-то так получилось. Без дома два. Этот раз. Но в гости мы зайдем, по-любому. Мою морду еще увидите. На канале Ю. Морду еще свою посвечу. Со скрашенной бородой. Да, мы там на выезде, да. Рядом. Рядом с полянкой. Я был рядом. Прям с поляной. В барбершопе. Прям рядом. Минут пять езды. Но у меня времени не было с Безусом встретиться. Мы договорились на минут 20. Не получилось. К сожалению. Дом два без тебя никак до сих пор. В эфира вспоминают. Не, ну как бы... Дом два вообще в принципе нуждается. В ярких персонажах сейчас. Потому что я слышу, что как бы все тухло. Ярких персонажей не хватает. Которые дали бы там жизни немножко. К сожалению. Мне не нравится то, что старый какой-то состав мешается с этими всеми зелеными. Зеленых очень много таких. Прям вообще зеленых-зеленых таких. Никаких просто. Я там в группе в этой, в телеграмме что-то там листал. Видел там какие-то лица, что-то там. Не вдавался потом, если ну как бы в общую картину я так видел, так и ясно. Ничем не зацепило, значит, хуйня. Должно цеплять. Вот даже левого человека, который не смотрит, ему должно что-то зацепить. Даже он попадет там в телеграм-канал или куда-нибудь, ему должно что-то цепануть. А нихуя не цепляет. Я вот просто догрестанул и вообще ничего не цепляет. Абсолютно. Я считаю, что все очень хуево. Хотя приятно бы видеть, чем на этого Тиграна. А Тигран же там до сих пор, да? Не знаю, я ко всем нормально отношусь. И к Тиграну и так далее. Просто я вижу, что люди там просто реализуют какие-то свои потребности за счет того, что там находится. Ну как бы каждый это делает. Там вот такая вот прям жизненная потребность. Именно необходимость. Цель нахождения не строить что-то, да? Цель нахождения получить зарплату. Вот у людей, вот, к сожалению, такая позиция. Мы находимся там, потому что нам дают денежку. А не находимся там, потому что, как бы, ну, блядь. Нам нравится проект, нам нравится движение, что происходит. Мне нравится моя половинка рядом, у нас любовь. Нихуя. Люди там находятся, потому что какая-то копейка капает, слава богу. Какая-то возможность побортовать что-то прицепить, слава богу. Вот. Не, ну я не осуждаю. Это, ну, типа, как бы, я эти профиты получал. Я, ну, я нормально к этому отношусь. Потому что, как бы, ну, цель проекта, если он, другая, да? А люди там находятся, поставлюсь там по другой причине. Ну, я, ну, как бы, это не хорошо, не плохо. Ну, типа, нормально к этому отношусь. Я, конечно, говорю, я констатирую факт. Ну, вот. Ну, и как бы, большинство это... Я сам говорю, ну, я туда пришел, честно, просто по приколу. Вот, реально, мне хуй было делать. Вот, реально, ничего было делать. Абсолютно я такой, ну, что делать? Это обломалось, это обломалось. Я думаю, ну, пойду туда, по приколу. Я даже не знал, что там деньги платят. Знаете, я пришел туда, ну, окей, звали, звали. Ну, пришел. Потом говорят, о, мы тебе там за денежку будем платить. Я такой, о, прикольно, приятненько, да? Ну, типа, я там первое... Вообще все время я находился там не в первую очередь ради того, чтобы там копейки какие-то платят, да? А мне уже, блядь, же ухо нравилось, мне прикалывало. Там я вообще там первое время, ну, подвлюбился там в кого-то и так далее, да? Меня держало там... Держали отношения. А большинство там держит просто, блядь, вот эта копейка и тепличные условия. Ему похуй, с кем там строить отношения. Лишь бы остаться там и получать колбасу бесплатную и... Ну, я нормально, констатирую факт, просто... Как бы, большинство так и делает. Вот. Поэтому, как бы, и на экранах получается хуйня. И зрители это чувствуют. И это видно. Это не настоящие, там, эмоции, искренние и так далее. Я не говорю за всех, я говорю, ну, больше. Часть. И поэтому рейтинг невысокий. Поэтому и смотреть это особо не хочется. Видите, смотрит на эмоции. Им нравятся эмоции живые и настоящие. А этого нет. Понимаете? Находите на доле Юли есть. Нет, Юлька. Я вообще говорю, я в свою чадность. Они воюют до сих пор. Мне вот эти... Вам скажу одно. Обиженные женщины это самое... Самое жесткое, что может быть. Обиженная женщина никогда не простит. Она всю жизнь тебя, сука, будет гнобить. Всю жизнь будет тебе, за палки в колеса, никогда не успокоиться. Понимаете? Да, по сути, как бы ничего плохого и я не делал. А там, как раз, абьюзером была она, а не я. Вот, человек все равно верит в эти обиды, до сих пор злится где-то, до сих пор... Там вот, ну, есть вот эти эмоции эти, до сих сильные, причем очень сильные. Там вот так от любви до ненависти, вот такая вот тема. Вот, понимаете, ну, я в шоке. Прошло 4 года человек все равно. У нее там и другие отношения были после меня. Все равно ее вот это вот... У нее эта эмоция прям сильная. Сильные эмоции вызывают. Поэтому это страшно. Обиженные женщины, это очень страшно. И она хоть что-то выжимала из себя. Вообще без соски, пустышки, горе намечится ни к чему не... Ну, уже в этой заезженной теме, наверное, да. Без усбори, она вот это все по 30-му кругу. Ой, она ни к севу, ни к городу приперла. Ну, это уже надоело. Уже надо что-то свежее. Что-то нужно свежее. Я понимаю. Короче, неинтересно. Я как бы не вдавался в подробности. Я просто слышу по отзывам сигарет. Хуево, неинтересно, неинтересно. Хотя было очень круто, не знаю, когда я был. Мне знамен нравилось. Мне состав нравился. Я эмоции постоянно получал. Особенно вот лето крутое было. Весна, лето. Там все... Дубровский, там... Клава, все вот... Весь состав. Безус. Ну, короче, круто было. Прикольно было. Баттл продолжаем. А какой баттл? Так. В Польшу есть планы прилететь. В Польшу? В Польшу, в Польшу. А что там делать? Не, нету. Я там прилетал только по одному делу. С человеком, с которым мы больше не общаемся. Вот. Мы пошли разными дорожками. Я прилетал к миру. Мы туда записывали... Делали клипы и записывали песни вместе. Когда я был в Польше, да. А сейчас, типа, не... Мне смысла нет. Когда трек выйдет, так и не ответил. А я ушатан. Я думаю, мы сейчас его на дистрибьюцию отдадим. Я думаю, в ближайшее время. Я думаю... Ну, сейчас через недельку я сделаю сниппет сниму. Через две, наверное. Мне надо в форму прийти. Мы сделаем сниппет. Ну, дистрибьюция обычно три недели. Сейчас, если подадим, сейчас... Надо просто подождать куплеты этого Джей Джонса. От него еще зависит. Когда он скинет. На неделе скинет ли он. И выпустим песенку. Будем песенки петь. Петь больше песенок. Как она сейчас с Кириной Архимовой. И чуть, друзья, но я не шарю. Я очень не шарю. Я был, я помню, видел ее, да, блондинка. Я был, когда его летом. Я не следил, я не знаю. Типа я с ней чуть-чуть пообщался. Ну, как... Ну, то, что за что время успел пообщаться, ну, вроде нормальная девчонка. Больше ничего не могу сказать. Не могу говорить о человеке, которого не знаю, с которым непосредственно не общался. Нормально. В наше время все серии смотрели, даже если хакстерская была, и фикция известна была, и Юлика Белая, и все ромашки сейчас одни, безмонтовые массажеры. Телеграны, дружище, бродики. А, ну вот, шарить. Ну, блин. Бывает стагнация. Нужно просто обновлять. Обновлять, находить людей хороших. Ярких. Много кастинга менеджеров. Толковых. Либо никто не хочет идти из нормальных людей. То ли хуево работает кастинг менеджера. Я уже, наверное, скоро подъезжаю. А сколько осталось, подскажите, пожалуйста? Я на 7 минут. О, 7 минут, друзья. Все, сейчас будем с вами прощаться. Поехали на 2. Кстати, зайдем с Марком. Я думаю, мы вместе зайдем. Братан, зайдем на денек на 2. Короче, летом ждите нас с Марком. С Марком Макусом. Мы придем, мы же там песенку споем. Ну, а Марк? Зачитаем. Я уж жадно, 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 жадно. Прыгнул. На дом 2. На дом 2. На дом 2. Короче, мы придем, сделаем там движуху. На денек на 2 летом. Летом круто. Настроение прекрасное. Погодка хорошая. Другие красивенькие зарудимы в маечках. Там все дела, там загореленькие. В татуировочках. Ну. Приятно же смотреть будет. Поэтому ждите нас летом. Я не уволились. Да, братан? Е-бой. Вот, все. Поэтому, друзья, готовьтесь. You ready? В бассейнчике поплаваем. Позагораем. Так, друзья, 9.30. Я уже практически в аэропорту. Отлично. Пойдем сейчас чекиняться. Надеюсь, что все гладенько пройдет. Все, друзья, всех люблю. Будем заканчивать трансляцию. Вот. Сейчас надо сосредоточиться. Потому что Артем Владимирович очень рассеянный молодой человек. Надо сейчас зачекиняться, успокоиться, пойти посидеть. Попить кофеечку. И уже ждать выйдет. А уже второй рейс проебывать точно нельзя. Мне надо завтра быть обязательно на месте. Все. Всех люблю. На связи. Обнял. Поцеловал. Мак-макс. Keep in touch. Все. До новых встреч.